В понедельник в Таганроге в районе Обеда произошло чрезвычайное происшествие. В 13.04 в службу 112 поступило сообщение о том, что по адресу улица Победы 101 на первом этаже трехэтажного жилого дома произошел хлопок и возгорание. На место ЧП выехали все службы оперативного реагирования. В 13.04 поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома по адресу города Анрог, улица Победа 101. В 13.25 локализация на площади 40 квадратных метров на первом этаже. В 13.27 на месте обнаружен погибший, личность устанавливается. В 13.29 ликвидация открытого горения, в 13.39 пожароликвидирован. От МЧС России участвовало 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Причина происшествия устанавливается. Скажите, какие-то сложности были сегодня при ликвидации? При ликвидации сложности не возникло. Подразделения сработали оперативно. Также на месте прибыли все службы жизнеобеспечения города Танрога. Ну вот так, по первым взглядам, да, сколько пострадало квартир? Предположительно, квартиры пострадали в данном подъезде и одна в соседнем подъезде. Предположительно, 19 квартир. Несмотря на достаточно быструю ликвидацию возгорания, многоквартирный дом внешне получил серьезные повреждения. Что произошло в квартире на первом этаже, установят следствие. Ясно пока одно. В доме повреждены все квартиры в первом подъезде и еще две в соседнем. Ударная волна была такой силы, что наружу вылетали входные двери и оконные блоки. Пострадала и стоявшая во дворе дома легковая машина. Где вы находились, когда все произошло? Я находилась в квартире, на третьем этаже. И что вы услышали, увидели? Услышали бабах и все, бабах, и у нас штор отлетел просто с карнизом. И все это, а горело, вышли. Мы давай выходить, документы все, выходить, чтобы это самое. Ну, дома все целы? Ну, целы вышли, а один умер мужик один из детства. В результате происшествия есть один погибший и один пострадавший. Личность погибшего уже установлена. Это хозяин квартиры, где произошло ЧП. Он являлся инвалидом. И по стечению обстоятельств именно в момент взрыва к нему пришла соцработник. Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в БСМП. Пострадала соцработника, данный гражданин, который погиб, он являлся инвалидом второй группы. К нему пришла соцработник, которая также пострадала. Она еще не попала даже к нему в квартиру. Была волна, волна была, и она пострадала, получила ожоги. А что сейчас происходит? То есть перекрыли, наверное, в доме газ, происходит какие-то следственные действия? Да, работает следственная оперативная группа. Все, перекрыли газ, свет. Сейчас на месте происшествия работают все городские службы. Создан оперативный штаб для работы с жителями. На месте побывал глава администрации Таганруга Михаил Солоницын. Он отметил, что все пострадавшие получат необходимую помощь, а специалисты оценят ущерб и надежность несущих конструкций пострадавшего подъезда. Ну, масштаб ущерба сейчас определяется. Известно, что из 18 квартир практически все 18 так или иначе пострадали. Ближе к эпицентру сильнее пострадавшие, дальше от эпицентра чуть слабее. Поэтому практически весь вот этот вот блок, жилой блок, практически он сегодня пострадал. Мы создали здесь приемный пункт. Именно сейчас собираются все документы и обращения с гражданами. Если вы увидите, вот буквально через дорогу мы разместили этот пункт. И сегодня обходим каждое жилое помещение, приглашаем для того, чтобы сегодня хотя бы заявиться. Второй момент мы обходим и оцениваем ущерб. Мы уже определили пункт временного размещения, где мы можем сегодня организовать прямо сейчас трехразовое питание, проживание. Мы им уже сегодня готовы эти места предоставить. Поэтому сейчас ведется опрос населения и жителей этих квартир. И второй момент не все хотят покидать, потому что опасаются мародерства. Поэтому мы сегодня еще и организовали и организуем, и организовали дежурство и со стороны народных дружин. Поэтому здесь пока мы не выполним ряд мероприятий по восстановлению дверных проемов, окопных проемов, будет у нас сегодня организовано дежурство.